Это программа «Губерния». Смотрите в выпуске. Разломан забор, поцарапана машина и пробит балкон. Все это за утро понедельника. С потеплением участили случай схода наледи с крыши. Жильцы видят причину в несвоевременной работе УК. Чековая лента заканчивается. Ее делали из бумаги, которую закупали за границей. Что будем делать дальше, совершенно неясно, честно сказать. В Иванове в результате ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса, в том числе шестилетняя девочка. Водитель электротранспорта проехал на красный и протаранил легковой автомобиль. С февраля в единой диспетчерской скорой помощи можно проконсультироваться с врачом. А в течение давления какое у вас держится? Как это помогает в работе скорой? И для чего бригадам нужны рации? Жительница села Морозова намерена оставить о себе память, добиться подключения газа. Надо заботиться. А мне жить-то осталось немного. И говорю, мне хоть надо позаботиться о людях-то. Здравствуйте. Итак, сейчас об этих и других событиях расскажем подробнее. В ходе спецоперации на Украине погибли еще двое военнослужащих из Ивановской области Юрий Александрович Арестов и Владимир Николаевич Зазулин проходили службу по контракту в Ивановском гарнизоне. Соболезнования семьям погибших выразил губернатор Станислав Воскресенский. Ранее в ходе спецоперации на Украине погибли уроженцы Ивановской области Алексей Граждан и Михаил Плотников. В селе Морозово Тейковского района ходят слухи, что газа, обещанного в этом году и газовиками, чиновниками не будет. Говорили, что голубое топливо появится в 22-м. Уже середина марта, однако, точной даты завершения газификации селянам не называют. Репортаж Ирины Афониной. Екатерина Александровна Машинина. Или баба Катя, местная активистка. Ей 87 лет. До сих пор обрабатывает огород 15 соток. Держит коз двух мужей и сынов схоронила. Надежда на внука. Он живет во Владимире. Бабушку навещают по мере возможностей. В избе у нее очень холодно. Печку топит один раз в день. Сама. И 12 лет ждет газ. Деньги собрали, сетует старушка о газа. Все нет и нет. Регулярно навещает главу местного поселения с вопросом, где газ. Ну, у нас народ очень хороший. Но они у нас непробивные. Они сидят и ждут. Вот при всех скажу. Кто-то бы чего-то сделал. Я не критикую, а просто говорю так, как есть. Вот. А ведь надо кому-то хлопотать. Вот и похлопотала. Позвонила на телевидении. В пятницу обошла народ. Позвала на сходку. Екатерина Машинина – дитя войны. Прошла и голод, и холод. И многого ей не надо. Пустили бы газ в родном селе. Надо заботиться. А мне жить-то осталось немного. И говорю, мне хоть надо позаботиться о людях-то. Когда уеду отсюда, если уеду, а может быть и не уеду здесь. Пусть хоть люди меня вспомнят добрым словом. Свои визиты в администрацию поселка прекращать не намерено. Настырное, я, говорит, все равно не отстану. Владислав Стрелков стоял у истоков газификации Морозова, когда все начиналось. Но терпение лопнуло. Ждет, что будет дальше. Село Морозово делится на две части железной дороги. Поэтому и газификацию разделили на два этапа. Оба этапа, то есть распределительный газопровод, сделали. Сотрудники «Газпрома» встретились с народом. Все говорили. В этом году, в 21-м году, мы вам проведем всем к домам. То есть, собственно, они и сделали это, да? Это все сделали, да. И в 22-м году начнется, как говорится, план уже в плане все есть. Глава поселения прокомментировал. Всем, кто сдавал деньги на газификацию трубы низкого давления, подвели. По сведениям, полученным из «Газпрома», непосредственно Тейковского отделения «Газпрома», в 22-м году, в 22-м году, у нас вот в этом году начинаются работы непосредственно по монтажу трубы высокого давления. Подведут трубы высокого давления от Нельши. Планирует, прокомментировал глава поселения, сделать внутреннюю разводку к плитам и котлам. А вот будет ли непосредственно сам газ, неизвестно. В прошлом году, уверяют морозовцы, обещали, в 22-м году точно будет. Уверена была, что в 22-м будет газ. Почему? Потому что газовщики Ивановские, когда подвели к дому, они мне даже предложили, давайте мы, вы заключите договор, и мы можем провести от этой трубы в дом, чтобы у вас все было готово. По слухам, которые упорно получают от сотрудников администрации, поселка газ дадут не раньше 23-го года. В 22-м не будет. Теперь слух идет, что в 23-м, что в 24-м. А уж вчера приходила ко мне парикмахерская, вообще сказала, неизвестно. Парикмахер точно знает. Да, она тоже знает. В процессе подготовки сюжета пришел ответ на запрос телекомпании о сроках газификации села Морозова. Слухи подтвердились. В 22-м году предусмотрены проектно-изыскательские и монтажные работы по объекту газопровод межпоселковый от Нельши до Морозова, а вот в эксплуатацию в 23-м году. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС. Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи изменила алгоритмы приема вызовов. И с февраля здесь работает врачебно-консультативное бюро. Все это помогает более точно формировать поступающие в скорого вызовы. Глава региона в понедельник посмотрел, как налажена работа в единой диспетчерской. Репортаж Натальи Сергеевой. Ежедневно каждый из этих фельдшеров, работающих в диспетчерской службе, принимает более ста вызовов со всей области. Во время разговора на пациента составляется карта и определяется степень срочности – неотложной или экстренной. С февраля в работу добавили дополнительную сортировку – консультацию врача скорой помощи. А в течение дня давление какое у вас держится? Врач-консультант следует определенным алгоритмам приема вызова, задает вопросы, уточняет симптоматику. На каждый случай разработан свой путь. Все данные заносятся в программу. Далее программа может определить, то есть либо это на неотложный скорый вызов перенаправить, либо достаточно, если это температура ниже, то тогда, соответственно, можно перевести на консультацию суда, то есть у врача Тельницинского центра. Давление, боли в пояснице, температура, хронический болевой синдром и так далее. Смену врач-консультант может принять до 40 обращений. Когда больной говорят жалобы, то есть мы сможем сразу порекомендовать, какие препараты может он принять на данный момент. Если есть необходимость, то есть какие-то жалобы предъявлять, такие, которые спорные, то есть, возможно, это боль за грудиной или боли в животе, то есть как правильно мы все равно предлагаем принять какой-то до приезда скорой помощи препараты и оформляем вызов скорой помощи. Нововведение позволили усовершенствовать работу скорой помощи, улучшить логистику вызовов и увеличить скорость приезда бригад. Иногда именно благодаря консультации врачей скорой удается ускорить выезд. У нас несколько случаев в неделю, и каждую неделю есть, когда изначально показалось, что вызов неотложный, то есть, ну, спокойно, скорая-то в течение двух часов бы доехала. Но после разговора с врачом оказалось, что человек на самом деле очень плохо, а он даже этого не понимает. И вызов был ускорен, и были спасены человеческие жизни. В период всплеска заболеваемости коронавирусом диспетчерская принимала около полутора тысяч вызовов в сутки. В такие горячие моменты тоже выручали телемедицинские консультации. В определенных случаях звонок пациента предлагают переадресовать в телемедицинский центр. В результате некоторые, обратившиеся в скорую, отказываются от вызова бригады. Удобно, что все машины скорой, которые есть в регионе, здесь, в единой диспетчерской, как на ладони. Легко перенаправлять в экстренных ситуациях и следить, какая ближе к вызову. Медицинские работники, кто слышит центральную ответственность? Кто включает? Кто не скажет? Все оказывается этой точкой. Бригада. Вот они все. А это еще одно нововведение для скорой помощи. Сейчас все бригады оснащены радиосвязью, чтобы оставаться в зоне доступа там, где не работает интернет и мобильные операторы. Наталья Сергеева, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Река Теза вскрылась в Южском районе. Из-за раннего паводка остановлено строительство железобетонного моста. В селе Холлое к весеннему паводку готовится заранее. Здесь уровень воды поднимается вплоть до пешеходного моста и практически разделяет село на две части. На другой берег местным приходится добираться на лодках. Новую железобетонную переправу в селе начали строить еще в прошлом году. На первом этапе подрядчик должен был установить 15 опорных свай до паводка. Сделать успели только 12. Из-за разлива реки бурить новые скважины стало невозможно. Теперь стройку по части моста придется остановить. В Департаменте дорожного строительства сообщили, к такому погодному сценарию были готовы. Подрядчик продолжит работы по части благоустройства и логистики. Одна треть билета вместо целого. В частном общественном транспорте в Иванове сократился размер посадочного талона. По словам перевозчиков, чековая лента заканчивается. С 13 рублей за катушку до 104 за последние несколько дней. Восемь раз, по словам перевозчиков, подорожала кассовая лента. И у поставщиков этот товар тоже заканчивается. Дело в том, что закупали бумагу для ленты в основном за границей. И что делать сейчас перевозчикам пока не ясно. Мы просто оказываемся в скованной ситуации. Выдавать билеты, прежние билеты, мы не имеем возможности. Это запрещено федеральным законодательством. Придется искать какой-то иной выход из положения. Не исключает, когда совсем лента не будет, что нам останется делать. Будем размещать QR-код. Между тем, согласно официальной информации Федеральной налоговой службы, проблем с обеспечением рынка чековой ленты нет. Перевозчикам предстоит переориентироваться на других поставщиков. Пока привлекать их к ответственности за отсутствие бумажного чека, если он зафиксирован на кассе, налоговое не будет. Так как отсутствие ленты – объективное обстоятельство. Покупателям предлагают выдавать электронные чеки. Но при этом обязательно получение их согласия на такой вариант отчетности. На стоимости тарифа в транспорте отсутствие ленты, по словам председателя Ивановского совета перевозчиков, не скажется. Проезд в Иванове и так повысили совсем недавно. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Разбито крыльцо и забор, поцарапана машина, а еще пробит балкон. Все это – последствия наступившего потепления и несвоевременной работы управляющих компаний, вовремя не убравших на лиц крыши. За утро понедельника в нашу редакцию пришло несколько схожих сообщений. Разным в этих ситуациях оказался ущерб. А вот первая причина одна. Подробнее в комментарии. Многоквартирный дом на улице Светлой. Жильцы выбежали из своих квартир, как говорят, от грохота. Массивные куски льда съехали с крыши по периметру дома. В частности, где расположен вход в первый подъезд. Под ледяными завалами сломался деревянный заборчик. К счастью, в этот момент поблизости никого не было. Жильцы рассказали, что заявку на очистку крыши от наледи в управляющую компанию «Экспресс-Плюс» делали неоднократно. Еще две недели назад. Работники на место так и не вышли, пока наледь не съехала сама. К слову, после первого схода льда последовали второй и третий. Тогда, кроме управляшки, пришлось вызывать еще и полицию. Льдины зацепили въезжавшую во двор машину. Я начал во двор туда езжать и вот упал из крыши. Повредило немного крыло, бампер, дверь чуть-чуть. Ну и диски поцарапало колесные. Управляющая компания предлагает возместить сумму ущерба в счет оплаты. Но им необходимо, чтобы я им сказал, сколько сумма ущерба составляет. Они в счет оплаты хотят за коммунальные свои услуги. Этим же утром на улице Мархлевского льдина пробила балкон. В этой квартире на четвертом этаже живет пожилая пара. У балкона пробит пластиковый потолок и отбита деревянная рама с окнами. Она опасно зависла в воздухе. Управляющая компания, жилищно-сервисная служба на место выехала и составила акт. Но о восстановлении балкона, по словам жильцов, пока что не дает обещаний. К слову, первая ласточка ледяных историй была еще в минувшие выходные. В субботу кусок льда на улице Рапфаковской отломил часть деревянного крыльца у многоквартирного дома. Сейчас об этом сигнализируют обломки досок на козырьке. В каждом из трех случаев, по словам жителей, УК не торопились оперативно реагировать на вызов. А между тем, на некоторых крышах налить еще осталось. Риск последующего схода сохраняется. Алина Марычева, телекомпания «Барс». На проспекте Ленина в Иванове с фасадов зданий начали сыпаться части лепнины. Дома, построенные еще в 50-х годах, являются частью достопримечательного места. Эти фотографии прислали в нашу редакцию в понедельник утром. С дома номер 7 на проспекте Ленина частично обрушилась лепнина. На фасаде открылись скрипичи. Когда мы приехали на место, куски бетона с тротуара уже убрали. Место огородили рентами. Вода по-прежнему сочилась мимо водосточной трубы через опасно нависающие над прохожими архитектурные элементы. Приехавшие на место альпинисты сперва очистили крышу от наледей снега. После этого обстучали фасад, чтобы выявить плохо закрепленные участки. По словам руководителя управляющей компании, таким образом коммунальщики обслуживают около 10 домов города. Мы обслуживаем старый фонд. Это надо проводить каждый весенний период. И осенний мы всегда обстукиваем. В том году буквально в Ленина 11 мы дома фасада обстукивали. Требуется капитальный ремонт фасада. То есть все равно же и материал стареет с каждым годом. Капитальный ремонт фасада седьмого дома, согласно данным фонда капремонта, намечен на 1933 год. В доме 11 по проспекту Ленина его должны провести чуть раньше, в 1930 году. Сейчас давайте посмотрим короткую рекламу и вот что будет после нее. В Иванове в результате ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса, в том числе шестилетняя девочка. Водитель электротранспорта проехал на красный и протаранил легковой автомобиль. Мы откроем там большое терапевтическое отделение на весь город и гириатрическое, то есть для пожилых людей на всю Ивановскую область. Восстановить здоровье после перенесенного коронавируса можно будет в нескольких медучреждениях Иванова. Расскажем где и как. В Иванове в результате ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса, в том числе шестилетняя девочка. Водитель электротранспорта проехал на красный и протаранил легковушку, которая поворачивала к торговому центру. Прокуратура начала проверку в отношении перевозчика муниципального предприятия Ивановский пассажирский транспорт. Всего же по данным ГИБДД за последние три дня в абориях пострадали 11 человек. ДТП случилось в прошедшую пятницу рано утром на проспекте текстильщиков на перекрестке около Аксона. Момент столкновения зафиксирован камерой видеонаблюдения. Рено с прицепом только начинает поворачивать налево, как иномарку сносит троллейбус. Вот и загорелась стрелка. Пошло движение. Для текстильщиков уже красный. Три пассажирки, в их числе и маленькая девочка, получили травмы головы. Мы их госпитализировали в больницу, позже отпустили. За проезд на красный на водителя троллейбуса составили административный протокол. За последние несколько дней это уже второе происшествие с электротранспортом. Днем ранее на проспекте Ленина, недалеко от Плазы, водитель адмирала резко затормозил. Женщина не смогла удержаться и упала. Пассажирка получила ушибы. Медики оказали ей помощь на месте. От госпитализации она отказалась. В воскресенье на трассе Иваново-Родники пьяный 22-летний водитель, видимо не справившись с управлением, съехал в кювет. Молодой парень ехал непристегнутым на чужом автомобиле. Машину отправили на штрафстоянку. В Палихе двухлетнего мальчика с мамой сбили неподалеку от пешеходного. Переходом женщину с ребенком госпитализировали. Яна Ведерникова, телекомпания «Барс». В понедельник днем в Иванове погиб пешеход. Водитель «Ладо Приоры» сбил молодого человека на перекрестке улиц Плетнево и Постышево. Врачи пытались спасти пострадавшего, который получил тяжелые травмы. Однако он скончался по дороге в больницу. Погибшему было 20 лет. В ряде ивановских медучреждений будут развернуты реабилитационные отделения для жителей, которые переболели COVID-19. Одно из них начнет работу на базе кардиодиспансера. Там будут принимать пациентов, которые имеют кардиопатологии. Об этом глава Департамента здравоохранения Артур Фокин рассказал губернатору Станиславу Остресенскому. Также обследования на базе кардиологического диспансера пройдут те жители региона, которые в силу перепрофилирования медучреждения под лечение коронавируса не могли в течение этого времени лечиться от заболеваний кардиопрофиля. Под реабилитацию отдадут и вторую городскую больницу Иваново. Откроем там большое терапевтическое отделение на весь город. И гириатрическое, то есть для пожилых людей на всю Ивановскую область. Возьмем на госпитализацию людей с запущенными хроническими заболеваниями, кто-то же был лишен помощи медицинской и сейчас оперативно их пролечим. Хочу отметить, что мы по всем поликлиникам области дадим соответствующее направление и участковые терапевты смогут лица своего участка направить в эти две большие клиники. Сто реабилитационных коек будут работать на базе инфекционного госпиталя и там смогут пройти постковидные лечения те, кто перенес коронавирус в больницы. Как отметил губернатор, надо, чтобы врачи, особенно участковые, сами не оставляли без внимания пациентов. Сами знаете, как у нас большинство людей, да и я не исключение из этого. Поболел все и забыл уже, побежал дальше. Надо все-таки уделять внимание здоровью, лучше, чтобы врачи проявляли активность. Так сказать, переболели, зайдите, лучше лишний раз провериться. Кроме того, поликлиники должны будут в амбулаторном порядке проводить диагностику и диспансеризацию для хронических больных. Сейчас нам необходимо в кратчайшие сроки всех лиц, кто у нас стоит по заболеванию на учете, это онкологические заболевания, это заболевания сердечной системы, всех пригласить в поликлиники. Сейчас в поликлиниках безопасно и все осмотры необходимые, которые нужно пройти и диагностику сделать. Реабилитацию в кардиодиспансере начали уже с сегодняшнего понедельника. Во второй больнице Иваново, скорее всего, приступит через неделю после окончательной дезинфекции помещений после ковид. Наталья Сергеева, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Ивановские бойцы смешанных единоборств стали лучшими в ЦФО. Сборная области привезла с турнира четыре медали, две из них золотые пробы. Чемпионат и первенство проходили выходные в Брянске. За звание сильнейшего сражались спортсмены из 17 регионов. С победителями встретилась наша съемочная группа. Этот прием называется «Анаконда». В арсенале Руслана Риджаметова он один из любимых. Техника сложная. Чтобы уверенно применить ее на соревнованиях, в зале бросок нужно повторить минимум полторы тысячи раз. Но победа куется упорством. Благодаря «Анаконде» на первенстве ЦФО Руслан уложил своего соперника. И в результате стал золотым призером турнира. Я выиграл 55-я секунда. Я знал, что он пройдет. Тренера об этом говорили, слушал. Сначала в стойке. Пару серий зашло у меня. Пробил. Его потом дождался тот самый проход. И подсунул руку, закинул ноги. Все. Бой закончился. Амир Тулпаров на соревнованиях такого уровня сражался впервые. Готовился к ним серьезно. Но свою коронку ему применить не удалось. Не хватило соревновательного опыта. Давление было высокое перед соревнованиями. Было тяжело на это настроиться. Но получилось более-менее, как и хотел. Есть недочеты. Будем исправляться. На самом деле Амир скромничает. Результат достойный. Его трофей – серебряная медаль первенства ЦФО. Но у совершенства нет предела. Вообще сборная области на турнире собрала четыре медали. Чемпионский титул завоевал Арсен Абдулаев. На третьем месте пьедестала расположился Абдурахман Ахмедов. В итоге в общем зачете – два золота, одно серебро и одна бронза. Правда, суровый тренер Милан Бабаев за выступление по десятибальной шкале ставит строгую оценку семь. Ну если как бы их слишком чаще поощрять и говорить, что все нормально, у ребят начинает как бы планка занижаться чуть-чуть. Это такой молодой организм, молодые ребята. Они должны на сто процентов работать, выкладываться. А так ребята покажут хороший результат. Я думаю, они очень перспективные ребята все, которые выступили и завоевали медали. У них перспективы большие. Единственное, о чем сожалеют спортсмены, что из-за сложившейся политической ситуации не удастся выступить на международном уровне. Это, конечно, грустно. Но репутация российских бойцов от этого вряд ли пострадает. Сборная ММА, сборная России по ММА 10 лет подряд занимает первое командное место на всех чемпионатах мира и Европы. То есть сейчас просто нечестно убрали сильнейшую сборную и будут делить медали между собой. Но это рано или поздно, дай бог, закончится. Мы вернемся обратно в международные соревнования. И ребята, как выигрывали, темп не упустят. И сейчас еще более серьезно будут готовиться. Чемпионаты первенства ЦФО являются отборочными соревнованиями. Победители и призеры получили путевку на чемпионат России по смешанным единоборствам. И сейчас все усилия наших бойцов будут направлены на подготовку к этому спортивному событию. Сергей Веселов, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». На берегу еще не сошел снег, но ивановцы уже открыли сезон водных прогулок и прокатились на саббордах по Уводе. Впрочем, смотрите сами. Плыли они в самом центре Иваново вдоль набережной от Соковского до Театрального моста. Безусловно, приковывая внимание прохожих. Очевидно, заплыв был жарким, потому что одеты саббордисты были по пляжному. Двое молодых людей на досках – братья Артем и Евгений Климцевы, организаторы клуба активного отдыха на борт. Говорят, так они дали старт сезону сабсерфинга по водоемам Ивановской области. Сабсерфинг – это скольжение по воде при помощи доски и весла. Первые любители отдыха на воде уже нашлись. Катались в другой точке города и, конечно, не так экстремально – в шапках и куртках. А сейчас о погоде, что обещают синоптики в ближайшие сутки. Во вторник в нашем регионе ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха днем – плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер северо-западный – 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 57%. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни потепление продолжится. Воздух прогреется до 9 градусов и никаких осадков. Государство каждому гражданину, который платит кредит, дает право раз в 5 лет списать кредитный долг. Узнайте как. Звоните 34-61-55. Сразу после новостей – объявление в городской хронике. Интересные истории, видео и фотосообщения вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Телеграм, номер сейчас на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс или звоните по телефону горячей линии 58-77-77. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова